Не удивительно, что потом в жизни он сделал столько всего хорошего. Все потому, что люди, которых действительно любят, способны сделать намного больше, чем те, кто живут, чтобы получать любовь от других. Когда вы знаете, что вы любимы Богом, то вы способны давать любовь на более высоком уровне. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор, неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель по жизни, потому что в вас живет Иисус. Что-то будет руководить вами в этом году. Вы уже ставите цели. Кто уже обозначил цели, которые хочет достигнуть в этом году? Я понял, что цели откуда-то берутся. Не просто так возникает желание похудеть, больше читать Библию, вернуться в колледж, научиться играть на каком-то инструменте. У нас появляется мотивация. И в этой проповеди мы будем разбирать мотивацию и цели на этот год. Если мотивацией не является любовь, то что или кто заставляет вас делать то, что вы делаете? Первое послание Коринфианам. Глава 14, стих 1. Мне нравится этот стих. Может мне немного пошуметь? Апостол Павел сказал, стремитесь к любви или идите путем любви. В новом, живом переводе сказано, пусть любовь будет вашей моей высшей целью. Если вы ставите цели на этот год, например, у меня есть цель потерять столько-то килограмм, я хочу привести себя в форму. Или же у вас есть цели для служения в церкви. Но Павел говорит, пусть любовь будет вашей наивысшей целью. За время служения я познакомился с разными пасторами и лидерами и понял, что можно иметь хорошие цели, но с неверной мотивацией. Многие люди хотят изменить свою жизнь, но только из-за сравнения или конкуренции с кем-то. Я хочу быть лучше. Мы должны стать лучше их. В детстве я всегда хотел быть лучше моего брата Джона. У нас разница 13 месяцев, и мы постоянно соперничали. Мы играли в баскетбол, футбол и другие игры, но мотивацией всех моих целей была не чистая любовь, а зависть, ревность, сравнение и соперничество. И я начал понимать, что это не здорово. Вы можете завоевать весь мир, похудеть, заработать все деньги, которые вы запланировали заработать, посетить все страны. Но что в этом хорошего, если вы потеряете свою душу? Но пока мы не позволим любви руководить нами, все наши цели, основанные на чем угодно, кроме любви, никогда не принесут того плода, который может дать Святой Дух. Наша величайшая цель — это любовь. Кто-то или что-то будет руководить вами в этом году. Я считаю, что большая часть недовольства и неудовлетворенности в жизни происходит от недостатка любви. У нас не выходит полюбить себя такими, какими нас создал Бог. Мы не можем принять любовь, которую Бог имеет для нас. Все начинается с того, что мы думаем о себе не так, как о нас думает Бог. Мы смотримся в зеркало и постоянно недовольны собой. Я хочу выглядеть иначе. Я хочу другой нос, я хочу большие волосы или меньше волос. Не знаю, кому хочется меньше волос. Я хочу другое лицо. Я хочу другой темперамент. И мне хотелось бы быть экстравертом. И пока мы хотим быть такими, как кто-то другой, пока мы недовольны собой, мы принимаем то, какими нас создал Бог. Иоанн — любимый ученик Иисуса, который постоянно говорил о любви. Кстати, он сам себя называл самым любимым учеником. Четыре раза в Евангелии от Иоанна он пишет о себе. Ученик, которого любил Иисус. То есть я — автор этой книги. Иоанн постоянно говорил о том, как Иисус любит его. Неудивительно, что потом в жизни он сделал столько всего хорошего. Все потому, что люди, которых действительно любят, способны сделать намного больше, чем те, кто живут, чтобы получать любовь от других. Когда вы знаете, что вы любимы Богом, то вы способны давать любовь на более высоком уровне. Вы способны играть на другом уровне. вы начинаете парить. Вы были рождены, чтобы жить на более высоком уровне. Враг использует страх, чтобы держать вас внизу. В Ефесянам 3 главе, 17 стих, Павел написал, «Молюсь, чтобы вы были укоренены и утверждены в Божьей воле и познали глубину и высоту, ширину и долготу того, как Он сильно любит вас». В 1 Иоанна, глава 4 стих 8 сказано, «Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог и есть любовь». Он, сама любовь. 1 Коринфянам, глава 13 стих 13 сказано, «Теперь остаются эти три, вера, надежда и любовь. Но самая великая из них, любовь». Ладно, мы все поняли, любовь — это самая великая. Любовь должна руководить нами. Но как это работает на практике? Как перейти от страха неудачи, от зависти, сравнения, соперничества, от чувства недостойности и несоответствия? Как перейти от неверной мотивации к верной? Как перейти от того, чтобы делать что-то, чтобы впечатлить людей к тому, чтобы делать что-то для славы Божьей? Как это сделать? Спасибо за вопрос. Первый шаг к тому, чтобы любовь руководила вами. Это впустить любовь внутрь. Иными словами, принять Божью любовь, чтобы любовь руководила мной. Я должен принять Божью любовь. В Библии был один человек, помазанный на желание впечатлить Бога. Он пришел к Иисусу и сказал, «Я перепробовал все. Я лучший христианин в своей церкви. Я исполнил все заповеди. И мне интересно, какую заповедь ты считаешь самой важной?» Иисус ответил, «Все сводится к этому. Любви Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей силой». Думаю, в тот момент тот парень был в восторге. «Конечно же, я могу любить Бога. Бог великолепный. Да, я это могу. Я люблю Бога». А Иисус продолжает, «Люби ближнего, как самого себя». «Пол, я ожидал серьезную и сложную проповедь, которая просто запутает меня. И ее не нужно будет практиковать дома. Я хотел, чтобы ты просто развлек меня чем-то интересным». Но тут ты начинаешь говорить, что я должен любить людей, которые обижают меня, общаться с теми, кто груб со мной. Ты говоришь, что в этом году моя наивысшая цель не похудеть, а любить тех, кого я ненавижу. Да. Я говорю вам, что в глазах Бога наивысшая цель, которую вы можете иметь в этом году, это не прочитать Библию от бытия до откровения. Кажется, я вас расстроил. Мы думали, что Бог хочет, чтобы вы вникали в Слово. Да, Он хочет, чтобы вы получили не просто знания, а любовь. Павел сказал, что однажды все знания исчезнут, а любовь Божья останется. Итак, что же руководит вами в этом году? Чему вы позволяете проникать в ваше сердце? Что будет мотивировать вас в этом году? В Библии есть история о двух сёстрах, Марии и Марфе. Луки, глава 10, стих 38. Там сказано, что Марфа была очень занята. Она делала много всего для Бога, а Мария сидела на полу и слушала Иисуса. Марфу это расстроило. И она подошла к Иисусу и сказала, «Тебя не волнует, что я делаю всю работу, а моя сестра просто сидит и слушает тебя?» Иисус ответил, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Я хочу сказать тоже некоторым из вас, вы заботитесь и суетитесь о многих вещах. Вы отвлекаетесь на многие вещи, которые не имеют никакого значения в вечности». Иисус продолжил, «Одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Мария сидела и принимала любовь своего спасителя. Она не читала свиток Исаии. Она не учила наизусть стихи из Писания. Она просто принимала любовь спасителя. «А что, если бы вы каждое утро тратили пять минут на то, чтобы размышлять и провозглашать? Бог любит меня. Я ценен в Божьих глазах. Я вижу любовь. Мне не нужно чье-то принятие или одобрение, потому что я уже принят Богом. Я дивно сотворен. Отец, спасибо за то, что у меня есть разум Христа, шлем спасителя. Я любим. Мои мысли полны любви. Мои слова полны любви. Когда кто-то обижает меня или подрезает меня на дороге, мои уста полны любви. И мной руководит любовь. Любовь управляет моими глазами. Я смотрю на людей глазами любви. Я говорю слова любви и делаю дела любви. А что, если любовь была вашей самой большой целью в этом году? А что, если бы любовь руководила вами? Не какая-то любовь, а любовь АГП. Божья безусловная любовь. Но для этого вам нужно принять Божью любовь. Что мешает мне принять Божью любовь? Чувство, что я должен ее заработать. Мне кажется, что я должен пройти кастинг. Помню, как мы проводили прослушивание в нашу группу в школе, потом в молодежном служении. Я не попал в группу четыре раза. Я был расстроен и так подавлен. Моя сестра была лидер группы прославления. Брук, я твоя плоть и кровь. Я твой брат. Возьми меня в группу. Она отвечала, прости, Пол, ты недостаточно хорош. И она была права. Мне нужно было еще поработать над собой. Но проблема в том, что с такими же мышлениями мы подходим и к Богу. Мы думаем, я недостаточно хорош. Мне нужно больше работать над собой. Мне нужно показать результаты, чтобы заработать Божье принятие. И пока мы так думаем, мы никогда не будем чувствовать себя достойными. У нас будут постоянные перепады в этом вопросе. а это приводит к тому, что мы любим людей только частично, держим их на расстоянии и не впускаем их в свою жизнь. Мы злимся и быстро раздражаемся, когда другие люди ошибаются или оступаются, потому что у нас постоянные перепады в вопросе собственной значимости. Но нам нужно научиться впускать любовь внутрь. Нам нужно позволить Божьей любви омыть наш разум и сердце. Когда я впустил Божью любовь в свое сердце, я стал жить уверенно и принял то, кем Он создал меня. У меня появилась смелость и мужество, те чувства, которые мне так давно не хватало. Думаю, у нас было бы меньше ненависти и насилия и меньше безумных ситуаций в мире, если бы любовь стала наивысшей целью, если бы нашей наивысшей целью стало не зарабатывание денег, а следование за любовью. Мы не изменим мир знаниями, мы изменим миру любовью по отношению к окружающим. Миру не нужно больше суперзвезд. Миру нужны сердца, измененные Божьей любовью. Что хорошего, если вы живете в красивом доме, водите дорогую машину, зарабатываете миллион долларов, но при этом не любите даже свою семью или самого себя? Я не могу любить вас, если я не люблю себя. Что делает людей такими злыми и жестокими? Плохое мнение о себе, когда я осознаю, что я создан по его образу, то могу честовать этот образ вас. Я не могу сильнее любить других, если я сильно ненавижу себя. Может вы несете в себе обиду, стыд, сожаление. Библия говорит, что любовь не помнит зла. Не знаю, кто вас обидел, но сегодня вы можете это отпустить. Не знаю, кого вы разочаровали, но вам не нужно нести этот стыд прошлых ошибок в Новый Год. Некоторые из нас несут боль прошлого года в Новый Год, а Бог говорит, тебе нужно это отпустить. Ты не можешь быть тем, кем я создал тебя. С такой ненавистью к себе, с отвращением к брату или сестре, с амбидой на тех, кто предал тебя. Пусть в этом году тобой руководить любовь. Когда я думаю о том, чтобы дать любви и руководить мной, то сразу же вижу нашу церковь. В каждом году у нас есть люди из разных народов, расы поколений. Оглянитесь вокруг, это же не небеса на земле. В этой церкви есть люди со всех континентов. В этом году мне нужно научиться любить то, каким Бог создал меня, чтобы я мог любить вас. Я хочу иметь чистые мотивы, чтобы не любить вас для того, чтобы получать что-то от вас. Иисус сказал, люби ближнего, как самого себя. Чтобы хорошо любить вас, я должен смотреть на себя правильными глазами. Я должен увидеть себя любимым Сыном Божьим. Я хочу, чтобы вы увидели себя любимыми, потому что это так. Бог любит вас сегодня и сейчас. Он не будет любить вас больше. Его любовь к вам уже безгранична. Он любит вас в ваш худший день и в ваш лучший день. Он любит вас даже тогда, когда вы ненавидите других. А если вы впустите эту любовь вовнутрь, то сможете избавиться от ненависти. Ненависть никогда не победит ненависть. Только любовь может победить ненависть. Тьма не может прогнать тьму. Это может сделать только свет. Итак, чтобы любовь могла руководить мной, я должен принять ее. Во-вторых, мне нужно высвободить ее. Мне нужно выпускать Божью любовь через мою жизнь. 1 Коринфянам глава 13 стих 4 сказано, что любовь терпелива, добра, она не завидует, не хвастается, не гордится и не относится к другим не уважительно. Одни люди насмехаются над другими, это не любовь. Если вы оказались в компании, где люди занимаются травлей, то отдалитесь от них, любите их издалека, но не участвуйте в этом. Не нужно проявлять к людям неуважение, еще здесь сказано, что любовь не ищет своего. Иными словами, любовь не манипулирует и не навязывается, она не злится и не раздражается и не помнит зла. Когда я стал высвобождать Божью любовь, то это повлияло на мое окружение. Я считаю, что в этом зале могут стать великими, потому что каждый может любить. Любовь — это качественное время вместе, это помощь и добрые дела, это слова одобрения и поддержки. Две недели назад у меня была возможность пообщаться с очень известным пастором, который приехал в наш город. Он прислал мне смс, что хотел бы провести со мной время. Он очень известный. Я подумал, классно, я буду рад его видеть. А потом я вспомнил, что этот день я пообещал провести с нашими детьми. Я задумался, а Бог сказал, ты об этом не пожалеешь, проведи время с сыном. И вот я написал этому известному человеку, спасибо за приглашение, но я забыл, что пообещал провести время с сыном. А он ответил, ты прекрасный отец. Я это очень уважаю. И это заставляет меня задуматься над некоторыми вещами, которым Бог давно побуждает меня. Мы с ним не увиделись, но я провел день с сыном. Сын был очень рад. Мы пошли на батуты и провели там два часа. Моему сыну все равно, какие хорошие у меня проповеди. Ему важно, сколько любви я проявляю к нему дома. Есть много суперзвезд, но у них проблемы с сердцем. И Бог сказал мне, чтобы в этом году я меньше сосредоточился на том, чтобы стать прекрасным проповедником, а больше сосредоточился на том, чтобы стать хорошим отцом и мужем, а также великим человеком Божьим, который любит людей. Поэтому я готов сидеть в холле и пожимать руки и обнимать всех желающих. Послушайте, мы не изменим мир знаниями, мы изменим мир любовью по отношению к окружающим. И после двух часов, проведенных вместе с сыном, он сказал мне, папа, ты лучший. Спасибо за то, что гуляешь со мной. Мне очень нравится, когда мы только вдвоем. каждому ребенку нужно время наедине с вами. Вашему среднему ребенку, младшему и старшему. Им нужно знать, что они любимы. Думаю, у нас было бы меньше ненависти и насилия и меньше безумных ситуаций в мире, если бы любовь стала нашей наивысшей целью. Если бы нашей наивысшей целью стало не зарабатывание денег, а следование за любовью, я понимаю, что это просто и практично. Каждый год, когда я проповедую о любви, мне кажется, что я повторяюсь, но Бог говорит, что нужно говорить об этом, потому что церковь нуждается в этом. По нашей любви люди поймут, что мы христиане. По нашей любви они поймут, что мы последователи Христа. Сегодня на этом межконфессиональном собрании я готов стать рядом с мусульманином, рядом с геем, рядом с представителем любой расы, и я буду любить их любовью Христа. Мы будем петь вместе, и я буду проповедовать любви истине. То, что я не согласен с вашей верой или вашим жизненным выбором, не означает, что я не могу любить вас. А что, если в этом году вашей наивысшей целью будет любовь? Чтобы практиковать это слово, на этой неделе мы запускаем наши концерт-группы. Задумайтесь над тем, чтобы стать частью такой группы и попробовать снова доверять людям. На прошлой неделе я познакомился с одним парнем, он сказал, «Во мне столько злости, мои родители развелись, когда я был маленьким. Затем пастор в моей церкви упал, и с тех пор я вообще не доверяю пасторам. Я не доверяю церквям и лидерам церкви. Меня достали фальшивые люди. Я ответил, «Спасибо за честность, но разве ты не думаешь, что вся эта боль мешает тебе? Я знаю и понимаю, что мне нужно принять решение снова доверять людям». Он сказал, «Мне кажется, что Бог дал мне гениальный ум. У меня есть идеи, которые могут изменить технологии». Он действительно гениален. Он будет следующим Марком Цукербергом. Он сказал, «Я не хочу делать новые технологии для того, чтобы меня любили или принимали. Слишком многие люди в этой сфере движимы неправильной мотивацией. Я хочу знать, что я любим. И я хочу снова доверять людям». И я стал говорить с ним о церкви. Я сказал, «То, что у тебя был первый негативный опыт, не значит, что все такие. Есть много хороших церквей и много хороших пасторов. В церкви есть разные люди. Всем нам нужен Спаситель, и никто из нас не совершенен. Тебе нужно прийти и начать снова доверять людям, и ты сможешь изменить мир. Ты сможешь это сделать. Раз и навсегда просто поверь людям. Поверим. Мы нужны друг другу. Поэтому я призываю вас найти такое место в церкви, где вы будете получать и высвобождать любовь. Детское служение, домашние группы, наставничество. Сделайте это, и это изменит вашу жизнь. Вы можете начать практиковать это слово со следующей недели. Я начну ходить на мужскую группу. Я найду себе наставника. Я начну открываться людям. В этом году я начну отдавать. Я так долго сидел и столько принимал. Пора отдавать любовь. Каждую неделю ко мне приходят молодые люди в поисках наставника. Ты не знаешь кого-то, кто готов пообедать со мной раз в месяц? Я заплачу. Мне просто нужен кто-то, кто будет в меня вкладывать. Так вы можете изменить чью-то жизнь. Надеюсь, это послание вдохновило вас и напомнило вам, что Бог любит вас. Пусть в этом году вами любовь. Кстати, это нужно делать каждый год. Не бывает неподходящего времени для того, чтобы руководствоваться любовью. Я призываю вас дать любви и руководить вами. Если вы сделаете это, ваши отношения станут здоровее, ваша семья станет здоровее, а людям будет приятно находиться рядом с вами, и вам тоже будет приятно находиться с людьми, потому что вами будет руководить любовь, а не ваши чувства обиды или тревоги. Посадите любовь за руль вашей жизни. У любви есть имя, ее имя Иисус. Библия говорит, что Бог есть любовь. Давайте помолимся вместе. Подчинитесь любви, подчинитесь Иисусу, повторяйте за мной Иисус. Спасибо за то, что ты любишь меня. Господь, помоги мне принимать эту любовь каждый день, чтобы я мог проявлять ее окружающим. Пусть Твоя любовь руководит моей жизнью, моим отношением и моей речью. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы произнесли эту молитву, то знаете, что Бог очень сильно любит вас. Мы любим вас и хотим поддерживать вас. Следующий шаг это найти церковь. Кстати, вы можете каждую неделю присоединяться к нам в режиме онлайн и стать частью нашей онлайн-церкви. Мы будем рады вам и окажем вам теплый прием. Мы также хотим поблагодарить наших партнеров. Мы ценим вас и не забывайте, что ваши лучшие дни еще впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова